Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! — Хочу напомнить нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Он во время передачи появляется на ваших экранах. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории и присоединяйтесь к нашей дискуссии. — К дискуссии, когда она возникает, да? — Когда она возникает, да. В прошлой передаче у нас получилось очень интересное, когда мы услышали одну историю от Екатерины, а потом нам позвонила другая телезрительница и рассказала свое мнение. И такая у нас вот некая дискуссия, да, потому что это было другое мнение. И хотела бы рассказать вам, Алексей, нашим телезрителям, что Екатерина, участница нашей прошлой передачи, дала обратную связь через социальные сети, написала мне, что передача имела для нее большое значение, заставила ей задуматься о каких-то вещах у нее. Ну, эмоционально она переживала этот разговор, но в результате ей стало легче. — Ну, я надеюсь, Екатерина нас слышит. И я хочу спасибо от себя сказать за обратную связь. Я вот о чем думал за это время, хотя событий очень много произошло. Для меня прошлая передача была, ну, условно, наверное, о дружбе, потому что мотив дружбы, мотив отношений так или иначе звучал, но это такой был мотив утраченной дружбы, потерянной, может быть, да, в связи с какими-то событиями. И я поймал себя на мысли, которые мне понравились, да, что, по сути, мы говорим, ну, так, если как-то наукообразно пытаться об этой передаче сказать, что, с одной стороны, здесь вроде бы для психотерапии, для консультирования делать нечего. Ну, я имею в виду, что это истории, с которыми, наверное, в кабинет к психотерапевту не приходят. То есть я хочу сейчас, ну, какое-то разделение, да, для меня... — Может быть, в нескольких словах напомнить тогда суть истории, в чем заключалась? Потому что, возможно, кто-то к нам присоединился только сегодня. — Ну, я попробую напомнить так, как я услышал. Первая история, которую Екатерина рассказывала, она была о том, что здесь, в городе, в котором она какое-то время живет, в Самаре, она не... то ли не нашла пока для себя друзей, то ли... — То ли она ищет, то ли... — Она ищет близких отношений. — Близких отношений, и речь шла о друзьях, которые были где-то в предыдущей жизни, в предыдущем городе, в городе до переезда. И для меня это звучало так, что дружба расстроилась или закончилась в связи с вот с этим переездом, в связи с отдалением. Но потом позвонила... Я боюсь напутать... Людмила Алексеевна, по-моему, да? Или нет? — Не скажу. — Вот. Ну, может быть, она нам позвонит. И она говорила о том, что у нее уже длительное время болеет ребенок, он взрослый. И вот эта болезнь ребенка, изменившая и ребенка, и всю семейную ситуацию, послужила тем фактором, что не надо никуда уезжать, в другой город. И дружба расстроилась здесь с частью подруг, которые, ну, может быть, не могут понять, не могут разделить тех процессов. — Это вы рассказываете о передаче, которая была у нас три недели назад. — Так. — А на прошлой передаче Екатерина позвонила вновь, рассказала про свои мысли. И у нас был еще один звонок, где наша телезрительница рассказывала о том, что дружба у нее вроде и есть, но вот никто особо не хочет слышать про проблемы чужие. И часть подруг, с которыми она встречается раз в четыре года на дне рождения... — Это я слепил людей, да? — Да. — Ну, тогда вы рассказывайте. — Ну, практически рассказала, перебила вас, вы хотели свои размышления. — Ну, размышления в конечном итоге были о том, что в одной истории друзья живут далеко, во второй истории друзья живут близко. И там, и там дружба как будто разладилась. До этого я немного говорил о том, что это разговор или тема, с которой вроде бы и обратиться. Я, наверное, пытаюсь себя представить на этом месте, с которым и обратиться особо некуда. К специалисту, наверное, с этим еще не пойдешь, но здесь не патология какая-то, я таким языком. То есть мне стало интересно, что это та часть наших отношений, та часть психологии, если можно сказать, которая как-то и не назовешь устраивающей, удовлетворяющей, но и не пойдешь никуда с этим. Ну, такая какая-то лакуна. И у нас эта лакуна, вот этот разговор образовался. И мне показалось это интересным, может быть, в том плане, что есть ли нам куда двигаться. То есть, ну, выслушали мы эти истории, и вот оказалось, что Екатерине это было продуктивно. — Так и есть. В связи с этим я вот еще о чем думал, и, может быть, я вот так продолжу этот разговор. Я сегодня думал про разные правды. И я думаю, что эта дружба тоже касается. Мои размышления сегодняшние навеяны определенным разговором внутри группы. Ну, я веду групповую терапию. И я не буду говорить о том, что происходило, но так или иначе, события на группе меня натолкнули на размышления о том, на очередной раз, наверное, да. И это очень такие важные оказались для меня размышления. То есть, у каждого человека есть свое какое-то понимание событий. В дружбе, я думаю, тоже. То есть, как минимум, это две стороны. Да, два друга или две подруги. И у каждого свой взгляд на происходящее событие. У каждого свое понимание дружбы. Я помню, что я приводил пример женщины, которая обиделась, что ее используют в дружбе. Так можно сказать, да. Что она дружит, а с ней не дружит. И она хочет, чтобы ей платили той же самой монетой. То есть, выслушивали тогда, когда ей это важно. Отвечали на телефонные звонки. Ну, вот что-то вокруг этого. То есть, вот эта вот правда, которая людьми в разговоре нащупывается, в разговоре друг с другом, да, вот в этих, ну, каких-то более-менее длительных. От слова «право» тот, кто прав, у того брата. Ну, за этой правдой есть своя правота, да. Иногда эта правота непримиримая. Что эту непримиримость создает? Что создает эту невозможность людей общаться друг с другом? Наличие государственных границ. Наличие разных непримиримых взглядов на какие-то события происходящие. В политическом пространстве, в экономическом пространстве, да, внутри семьи. То есть, вот, это момент, или эта ситуация для меня всегда острая. Ну, если коротко, если нужно, про пример. Сегодня у меня был, ну, история крутилась вокруг необходимости, я не знаю, как сейчас деликатно об этом сказать, необходимости аборта или сопротивлению этого процесса. И по этому поводу есть очень много мнений. Они в обществе есть, но на группе они тоже возникли. И как договариваются люди, вот как или не договариваются, каждый при своем мнении. Ну, какой-то для меня сегодня вот этот разговор был важный. Интересно, что сегодня моя коллега принесла мне историю из своих утренних событий сегодняшних. И там тоже речь шла о правде, но она немножко другого направления. Там больше была дилемма, правда или ложь. Утром перед работой она попросила своего ребенка рассказать английский язык, который он должен был выучить. И в какой-то момент услышала, что он повторяет одну и ту же фразу. Ну, два раза повторила. И обнаружила, что, оказывается, он написал шпаргалочку, положил себе на колени и случайно прочитала одну и ту же фразу два раза. Тем испалился, что называется. И она очень бурно на это отреагировала. Она очень расстраивалась. Ну, расстраивалась, что ребенок обманывает, врет. И, как я понимаю, у нее очень серьезные переживания. И каким человеком он вырастет. И вообще, как родителю быть с этой ложью, как на нее реагировать, посмеиваться над ребенком, ругать ли его, наказывать. Очень много вопросов вокруг этой ситуации. Ну, это очень интересный для меня момент. Я так это немножко с паузами подхватываю ваш разговор в надежде, может быть, что нам кто-то из зрителей к нам присоединится и выскажется по этому поводу. Да, может быть, кто-то тоже переживал опыт вранья своих детей. К чему это привело? Возможно, в каком возрасте обострение было именно вот этой детской лжи? И кто-то, может быть, действительно поделится какими-то своими рекомендациями. Звоните, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Вы сказали, кто-то, может быть, переживал ситуацию, когда им врут, ну или лгут дети. А может быть, кто-то, я так с полуиронией, я думаю, понятный будет, скажу, может быть, кто-то переживал ситуацию, когда он врал своим родителям. И было бы интересно, каким человеком вы стали. А может быть, кто-то сейчас находится в этой ситуации и врёт своим родителям. Да. Звоните, расскажите, стали ли вы хорошим человеком после того, как лгали родителям. Или вы стали плохим человеком. Ну да, от улыбки не удержаться. Но здесь вот этот вопрос, который, может быть, кажется умозрительным, врёт, не врёт, он имеет абсолютно чёткую практическую плоскость. И, кажется, в семьях, ну вот такие иногда фронтовые абсолютно позиции возникают, да, за кем правда, за кем ложь, кому ребёнок говорит о том, что с ним происходит, кому врёт, разделяются ли эти родители. Или как и что вообще называть правдой и ложью. Вот можно с этого, наверное, начать. Да, здесь в этой ситуации, как я понимаю, мама смотрит на процессы более системно и масштабно. Прямо в масштабах всей жизни практически и своей, и ребёнка. А ребёнок, он в сиюминутном моменте находится, он здесь и сейчас, что называется, решает те задачи, которые жизнь перед ним ставит. Вряд ли он думает, каким последствиям приведёт этот его поступок. Возможно, он даже не задумывался о том, как мама отреагирует, если обнаружит это. Я думаю, что здесь ещё слепаются несколько позиций. Правда и ложь как моральные какие-то, ну, этические, точнее, не моральные, а этические какие-то категории. Причём мне интересна точка зрения, в которой не правда и ложь не противопоставляются друг другу, а являются разными степенями истины, если хотите, да. Потому что правд может быть много, лжи, я не знаю, так говорят. Ложи, не знаю. Да, поправьте нас, если вы знаете. Да, лжи тоже может быть много, и вот их взаимосвязь, правда и лжи тоже очень интересна. И я ещё раз подчёркиваю, для меня это абсолютно имеет практическую такую плоскость. Конечно, если в семье, на группе, например, кто-то претендует на то, что он единственный знает правду, потому что, ну, он откуда-то её взял. Он может адресоваться к значимому окружению, к своим родителям, к написанным текстам, к Библии, к Конституции, ну, к чему угодно, да, к официальным газетам. Вот. И при этом тут же найдётся человек, который может высказать совершенно какую-то другую правду. И вот эта вот ситуация, в которой правда не одна, в которой их несколько, она интересна в тот момент, когда люди перестают биться за правду, перестают доказывать, ну, правду друг другу. Потому что как будто правда какую-то иерархию, кто прав, тот и, ну, сверху, может быть, да, кто прав, того и слушают и так далее. А есть кто-то не прав. Ну, иногда, да, оказывается, прав тот, кто громче говорит или больше ногами стучит. Я думаю, что правда искренно здесь могут очень сильно смешиваться. То есть ребёнок, который что-то сообщает или что-то не сообщает родителям, он может исходить из совершенно других каких-то соображений. У вас есть, не знаю, назову, может быть, рекомендации или представления им, вот как родителям быть, когда они обнаруживают, что их ребёнок врёт? Может быть, о чём стоит задуматься в этот момент? Стоит ли это так сильно катастрофизировать? Первая мысль, которая мне пришла до того, как вы меня спросили, что делать, я подумал, что по-хорошему бы, конечно, надо ребёнка научить хорошо обманывать. Прекрасная рекомендация от врача-психотерапевта. Достичь в этом, ну, если вдруг ребёнок взялся за какое-то дело, то почему бы не помочь ему достичь в этом мастерства виртуозного совершенства? Я подозреваю, что родителям, у которых дети или ребёнок начинает врать, они сами, ну, в каких-то вопросах мастера в этом искусстве. И, может быть, своё мастерство они могли бы передать. Это не значит, что этим мастерством нужно обязательно пользоваться, да? Ведь мы не всем мастерством, которое, вот мы сегодня говорили, нас в школе учили тригонометрии. Ну, не все, наверное, используют, да, или физику. Но при этом каким-то образом в общее мышление, в общий подход это встроено. И искусство маскировки информации, искусство подачи информации, я бы так это, да, дозированности. Может быть, опять здесь вопрос об информации, что ею считать. Не будем сейчас об этом говорить, но вот это вот искусство, я думаю, можно было бы попробовать освоить. Может быть, устроить какой-то семейный совет и выяснить, как обманывает и врет папа, как искусно во лжи мама, и как пока не искусен ребёнок, его на раз-два раскалывают и призывают к правде. Что, в общем, достаточно противоречиво может быть. Максим, крамольные мысли вы высказываете? Я думаю, что в какой-то степени это похоже на матерные слова. Большинство людей их знает, но не все их используют. То есть некоторые даже их выучивают в какое-то время, чтобы знать, какие слова не стоит произносить в публичном обществе. То есть только для этого. Может быть, и врать стоит научиться для того, чтобы знать, чего не стоит делать в каких-то доверительных отношениях. А в каких-то отношениях, может быть, и нужно это делать. То есть, как я слышу вашу позицию, если враньё легализовано в семье, то тогда, возможно, у всех членов семьи остаётся выбор, врать или не врать. Поэтому больше свободы, чем когда враньё полностью под запретом, и оно очень сильно осуждаемо, наказуемо. Я, наверное, вот так отвечу. Я попытался в своей рекомендации уйти от чёрно-белой логики, где правда — это белое, а ложь — это чёрное. Потому что эта логика чёрно-белая искусственная. Мне думается, что тот пример, который вы привели, — это пример коммуникации, общения мамы и сына. И всё, что делает каждый человек в общении, в данном случае мама и сын, всё значимо для текущего момента. Это, конечно, можно перевести в плоскость морали, в плоскость совести, или, точнее, это одновременно существует в плоскости морали. Но если это только в плоскость морали перевести, то есть выяснять, кто обманывает, кто говорит правду, то это потерять явно все остальные компоненты коммуникации. Зачем ребёнок так себя ведёт, зачем мама так себя ведёт, почему это для неё значимо, почему ребёнку значимо, маме подтверждать, ну и так далее. Тогда, если всё это остаётся за кадром, ничего из этого выяснить невозможно. Я думаю, что ложь нужно разминировать, избавить от этого трагизма и заламывания рук. И, ну, это какой-то инструмент взаимодействия. Может быть, маме стоит задуматься, почему именно в этот момент ребёнок решил воспользоваться этим инструментом. В вашей практике приходил к вам кто-то с запросом «Алексей, вру, не могу остановиться, хочу начать говорить правду?» Я, отвечая на ваш вопрос, сразу вспомнил книжку Ирвина Елома «Лжец на кушетке». Пусть это даже и звучит как реклама хорошей литературы, интересной. По сути, автор в данном случае заявляет, обозначает позицию пришедшего в психотерапию человека. Помогает ли, ну, те, кто читал, или, может быть, те, кто начнут читать, выяснят, что там не про ложь и про правду, а как раз про попытках, ну, какую-то свою человеческую судьбу выстроить. Действительно, там у героев, и сами герои очень многогранные, и ту коммуникацию, которую они приносят друг другу, она очень многогранная, и как раз там показано в некоторых моментах, где человек говорит одно правду, и другой ему верит, то есть он достаточно убедителен, но в мыслях совсем другие цели преследуются у коммуникатора. Совсем другие, может быть, если говорить об этой плоскости, мы как родители, я как родитель, может быть, не всегда замечал, и сейчас не всегда замечаю, когда я своими действиями, поведением даю понимание, даю понять своим детям, например, что где-то соврать было бы лучше, чем не соврать. Ну, помыл ли ты руки? Да, помыл ли я руки перед едой? Ну, простой вопрос, можно соврать, можно не соврать. Вот, и так далее. Ну, тоже интересно, да, как на ложь посмотреть? Считается ложью, когда человек не договаривает? Или не считает? Елен, я вообще, я вот об этом начал говорить, пусть нас рассудят, может быть, зрители, или сегодня, или в следующей передаче, я сильно сопротивляюсь тому, чтобы эта категория была введена сейчас. Ну, то есть, чтобы мы начали друг друга... Ложь и правда. Чтобы мы начали друг друга на правде и на лжи подлавливают, правду и ложь перепроверяют. Конечно, есть разные... У нас звонок, Алексей. Да, отлично, разные коммуникации. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Приветствую вас. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Виктор. Здравствуйте, Виктор. Да. Что вы хотели сказать, спросить? Вы в эфире говорите. Да, спасибо. Сложная судьба. Плохо, конечно, я могу говорить. Меня бабушка вчера воспитывала, понимаете? А сколько лет вам, Виктор? Мне, Виктор. Мне, Виктор. Пятьдесят пять. Угу. И в чем сложность сейчас? В семье сложно. У вас жена, дети? Да, жена, дети, внуки уже есть. Угу. И тема правды и лжи как-то вас касается? Да, конечно. Ну, хотя бы пару слов, Виктор, об этом скажите. Я не могу с тобой справиться, потому что я вроде работаю, но не могу с тобой справиться. А с чем приходится справляться? С сигаретами. Ну, это вроде не самое большое зло в нашем мире, Виктор. А что еще? Ну, выписка. Есть еще что-то более серьезное? Да нет, все понимают. Угу. Внук. Это внук. Внук? Да. Которую дочь взяла внука. Я хочу его воспитать. А что с родителями? У меня это. Нет. Не было. Я имею в виду, что с родителями вашего внука, с дочерью и... Ну, они спортсмены, они тренируются, уезжают, к нам приезжают. Угу. А как они относятся к вашей идее, что вы хотели бы воспитать внука? Ну, все хорошо, понимаете, все нормально. Они знают, что мы его воспитываем. Ну, просто доволен. Ага. Спасибо, Виктор, за звонок. Ну, может быть, вы будете нас в курсе как-то держать, как развиваются события. Я думаю, полагаю, что звонок Виктора, наверное, уже... Мы вне связи, таким пробным каким-то камнем был первым, да. Вы что-то сказать хотите? Да, я хотела сказать, что у нас осталось несколько минут до конца передачи. И слышно в разговоре, что Виктор говорит о своих переживаниях, и ему тяжело. Угу. И сформулировать тяжело, и говорить тяжело. Ну, я думаю, что я, ну, в смысле, я присоединюсь к тому, о чем вы говорили, и кажется, Виктор больше, по крайней мере, для меня, вот в том разговоре, который случился, больше передал паузами и вздохами, чем словами. Слов было, ну, немного, они были какие-то фактологические, по сути, но за словами что-то есть еще, о чем приходится догадываться. Вот, наверное, я бы так сказал. Вот две истории. Виктор же начал говорить о себе, а потом начал говорить о внуке. И когда вы ему задали вопрос о внуке, он услышал это как вопрос о себе. Возможно, ему хочется действительно в большей степени рассказать свою историю. Возможно, я сейчас, конечно, уже высказываю гипотезы какие-то, да, предположения, потому что очень короткий разговор был. Может быть, рождение внука, оно возвращает Виктора к пересмотру своего детства и своих трудностей, с которыми он столкнулся. Возможно. Я думаю, что мы все, я знаю, что времени совсем мало, я думаю, что мы так или иначе, ну, про себя я точно могу сказать, будем переваривать эту историю, чтобы как-то на нее откликнуться и, может быть, в следующий раз об этом сказать. Но сейчас я могу, пришивая начало нашего разговора или большую часть разговора к звонку Виктора, задать, ну, наверное, риторический вопрос. Вот вам, себе, телезрителям. Здесь можно искать правду или ложь? Вообще, можно ли этот разговор через оптику правды или лжи рассматривать, да? Можно ли и нужно ли, и что мы будем иметь, если мы будем с доверием или недоверием, с прицелом каким-то определенным слушать те слова, которые сообщает Виктор, правду доискиваются, перепроверяют ложь, борются с ней и так далее. То есть вот в этом смысле я благодарен за звонок. Я думаю, что он показывает эту человеческую плоскость, человеческий аспект. Действительно, Виктор позвонил, присоединившись к нашему разговору. Возможно, мы вернемся к нему в следующей передаче. Спасибо большое, Алексей. Всего доброго. Спасибо, наши уважаемые телезрители. Смотрите нас в прямом эфире в следующий вторник. Всего доброго. До вторника.